здравствуйте дорогие друзья мы начинаем свое видео с того что мы хотим чтобы вы с нами порадовали у нас есть потолок ура салют не могу предоставить правда видите одной лампы нет а потому что уюте брак был ну завтра поменяем Купили лампу, а она оказалась бракованной. Ну ладно, друзья, спасибо вам огромное за поддержку, за ваши комментарии, за ваши добрые слова, за лайки. В этом месяце мы вчера получили деньги в 8 тысяч рублей. Конечно, мы добавили и сделали потолок. Вот, представляете, за такой труд мы получили 8 тысяч рублей. Ну, я думаю, это только начало. У нас еще зал впереди. Да, потому как у нас еще вообще все впереди, и вся жизнь впереди. Оказывается, в 50 лет жизнь-то только начинается. Начинаются всякие потолки. Теперь нам нужно делать пол. Да, вот он, пол. Это черновой, со старой мебели. Это мы когда-то забрали на заводе. Тут у нас завод есть. Это мы как-то уже рассказывали на видео. И теперь у нас будет еще пол из ламината. У нас уже ламинат. Обналичку поставим. Да, так что покажем. Дверь покрасим. Ну, и наш мастер, оказывается, уехал далеко. Он работает. Который штукатуркой занимался. За 200 километров. Вот ему надо через месяц, да, он сказал, приедет. Да. Вот. Это еще работа предстоит. Ну, я думаю, что мы потом просто закроем ламинат целлофаном и сделаем. Что тут кусочек, да? Да, конечно. Так что, дорогие друзья, еще раз. Я очень рада. Я просто несказанно счастлива. Потому что это стоило для меня огромных, огромных титанических усилий уговорить моего мужа сделать потолок. Меня. Я очень рада, что он согласился, наконец, после некоторых убеждений. Наконец-то. И с конца в конец. Вот, смотрите. Короче, смотрите видео. Смотрите видео. Наслаждайтесь просмотром. Вот, видите, я тут сделал такие подмости импровизированные. У нас вот так вот утром, каждое утро заглядывает солнышко. Вот. А это утеплитель, вот это утеплитель. Здесь стоял шкаф. Я думаю, мы его убирать не будем. А Лариса приехала и сказала убрать. Ну, раз главный инженер сказал убрать, значит убрать. Вот здесь вот мне надо закрепить сейчас вот эти подмости, чтобы они могли ходить и натягивать натяжной потолок. Вот там электропроводка. Вот она. Вот она. Это я продолбил в течение недели. Видите? Замазал все. Лариса сейчас зашпатлюет. Вот. Нам натянут потолок. Потом. Ну, на неделе мне времени не было. Я вечерами приходил уставший. Потом я вот здесь вот заделаю все, заштукатурю. Тут вот эта сеточка, как в других видео вы видели. Натяну сетку сюда. Замажу, заштукатурю. Зашпатлюем. И будем жить, пожевать, добра нажевать. Ну, смотрите, как будет нам натягивать. Вот здесь вот, видите, под уклоном такой потолок. Здесь его надо закрепить. Закрепить еще надо. Вот. Потолок под уклоном. Посмотрим, что они сделают. Еще предстоит ремонт. Вернее, не ремонт, а изготовление вот этих ступенек. Вот здесь нужно будет пол положить. Перила поставить. Я уже приготовил для крепления перил. Видите, давно уже у меня стоят вот такие штыри. Там у меня рельсы лежат. Не рельсы, а швеллер лежит. К нему я приварил. Здесь сверху положу брус. Вот. Потом балесины. Ну, короче говоря, должна быть такая красота. Ну, вот. Сейчас надо закрепить, еще раз говорю, закрепить подставки вот эти. Там у Ларисы идет. Так, вот Лариса, смотрите, шпатлюет. Штука... А, маляр, маляр наш. Домашний маляр. Смотрите. Видите, что делает. Только что я вам показывала, что было все черное, а теперь уже беленькое. А я тут подмасти устраиваю. Пригласи этих потолочников. Устроим подмасти. Приготовь все абсолютно. Они придут чпок-чпок. И там мы почитали договор, они нам присылали на электронную почту. Самого договора у нас нет. Мы просто лишь заплатили им аванс, тысячу рублей. Как мы почитали этот договор, они говорят, гарантия 15 лет. Все вранье. Ребята, это такая туфта. Но я Юру все-таки уговорила. Говорю, ладно, сделаем. Ну что у нас тут будет висеть? У нас на кухне мы чаще там бываем. А тут мы вообще не ходим. Пусть чистенько все будет и ладно. Всего лишь гарантия. У них один год. У нас даже юрист посмотрел. Да, у нас домашний юрист есть даже. Ну вот. Короче, все это развод. И мы у них, ребята, не стали заказывать. Светильники. По какой причине, вы думаете? Мы поехали и сами купили. У них тоже можно было бы. Почитали договор. Почитали договор. Оказывается, у них гарантия на светильники всего полгода. А в магазине гарантия два года. И еще. Мало того, что полгода. Еще нужно самим выкрутить, если что-то вдруг за эти полгода. И самим привезти. То есть в Барнаул, где они находятся. За 30 километров от нас. Поэтому мы подумали и поехали и купили их здесь. И нам бы, конечно, было очень удобно. Они приехали, поставили свои светильники, мы никуда не ездили. Да. Потом, если что-то сломалось, приехали, выкрутили и поставили. А то мы сами все будем делать. А гарантия их будет. Вот так что, ребята, если вы задумаете делать потолок, вы тоже почитайте договор внимательно. Очень, очень, когда они приходят, красиво говорят. Ну, естественно, это их зарплата. И работа это их. Понятно, мы тоже понимаем. Ну, нас обманывают. Как всегда нашего брата. Смотрите, нога заживает. Да, ребята, честно вам скажу, первые два дня я скакала, как коза. А потом у меня заболела нога. И я реально к вечеру я просто наступить просто не могу. Вот уже неделю болит, скажи. Да, неделю у меня. Я начала читать, смотреть видео, оказывается, минимум две недели. У сороки боли, у вороны боли, у ларисы не боли. Я уже вчера ночью собралась в Миштемскую прикладывать. Говорю, ладно, пожалею твой тонкий нюх, Юрик. Он говорит, да прикладывай. Хорошо, что приложила масливый, Николь. Ну, конечно, это некоторые напишут. Какая нам разница, что ты там приложила и так далее. Ну, вот мои импровизированные лиса. Видите, одна, вторая. Вот, уже намного жестче. Сейчас попробуем, как сверху. Ну, и сверху. Но все равно надо брусок вниз поставить. Дай бог кто-нибудь свалится. Приехали установщики потолка. Я вот тут пытаюсь бегом-бегом загрунтовать. Эта грунтовка, это как клей, который дает, чтобы покрепче было основание. Чтобы я раньше латексом обои покрывала, чтобы их мыть. Вообще не надо. На рубашку. Здравствуйте. 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 Пока ребята делают потолок, говорится, не теряют зря времени и выравнивают столешницу. Решил выровнять стамеской. Ну тут еще придется, конечно, проходить из машины. Все увидите. Примерно по времени. Примерно, я не говорю там. Часа три. Вот такими шнурами я еще в 80-х годах на стройке работал. Отбивали маляры. Ну и древесина бывало. Уже вот такие были шнуры. Нормально. Только единственно лазерных этих не было. Они, может, были, но просто не пользовались. Немножко ж еще утепелиться подолок, да? Конечно. Типа парниковый эффект, да? А там 9 с половиной. Ну а? Правда электричества есть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...